В горах Северного Тяньшаня начинаются мероприятия по принудительному снижению уровня ледниковых озер. В этом сезоне зарегистрировано 13 потенциально опасных природных водоемов. Все они расположены в маринной зоне Зайлиского и Щитысуйского Алатау, а половина в непосредственной близости от Алматы и крупных населенных пунктов Алматинской области. В случае прорыва такого озера может сформироваться разрушительный селевой поток. Подобное стихийное бедствие, как это уже бывало в предыдущие годы, способно причинить серьезный ущерб в тех районах мегаполиса, которые находятся близко к горам. Тему продолжит Григорий Беденко. По данным МЧС, в этом году высота снежного покрова в маринной зоне Северного Тяньшаня превысила показатели прошлого года. Сегодня снега в Высокогорье уже практически не осталось, а маринные озера приобретают красивый бирюзовый оттенок. Однако красота применительно к таким природным объектам, как утверждают специалисты кассии или защиты, категория достаточно обманчивая. Это значит, что водоем начинает переполняться и становится потенциально опасным. Хотя уже середина июля, маринное озеро номер 13 в верховьях реки Большая Алматинка до сих пор покрыто слоем льда. Как утверждают глициологи, термокарстовые процессы внутри марины идут достаточно активно. Вода ищет в себе пути вечной мерзлоте. И, если найдет, самопроизвольное опорожнение озера может произойти буквально за несколько часов. Любопытно, что количество высокогорных озер меняется каждый новый сезон. Марина – система весьма гибкая. Какие-то водоемы появляются, какие-то исчезают. Поэтому контролировать их надо постоянно. По нашим данным и по данным других организаций, июнь месяц был очень жарким. Был, так скажем, близко к аномальным температурам. Сейчас вот тоже у нас повышенные температуры воздуха, сильная жара. Нам РГП «Казгидромет» дает штормовые предупреждения до 43 градусов повышения температуры воздуха. Но сегодня нулевая эзотерма уже находится на отметке 5000 метров. То есть это может привести к таянию ледников, к интенсивному таянию ледников и заполнению моряных озер. С сегодняшнего дня на потенциально опасных моряных озерах двух горных систем Зайлийского и Житасузского Латау начинаются превентивные мероприятия. Уровень водоемов принудительно снижает с помощью системы сифонов. Эти устройства установлены в Исокогорье несколько лет назад. Но каждый новый сезон требует ремонта и обслуживания. На некоторых водоемах необходимо проводить взрывные работы и устранять обвалы грунта. Эти работы продлятся до конца сентября. В этом году запланировано у нас мероприятие на 13 наиболее опасных прорывных озерах. На каждом озере будут работать приблизительно 20-25 человек. От стихийных бедствий Алматы защищен селезащитными плотинами. Но выше этих сооружений идет активная хозяйственная деятельность. Кроме того, в последнее время среди горожан очень популярен пеший туризм в горах. Для того, чтобы вовремя предупредить людей о возможном селевом выбросе, ДЧС Алматы построил автоматизированную систему мониторинга. Восемь станций расположены на моряных озерах вблизи города. Они круглосуточно отслеживают метеопараметры и состояние самих водоемов. Особенно их уровень. Григорий Беденко, Султан Бесикенов, Хабар, Алматы.